Всем привет, друзья! Вы на канале Мир Мира, и сегодня у нас на обзорчик попал такой мод, как Alina Witch. Я бы не сказал, что он какой-то там глобальный или суперинтересный, необычный, но в нем есть свои интересные механики, которые хотелось бы вам показать. И мне кажется, хотя бы разок пройти этот мод все-таки стоит, потому что он весьма необычный и отличается от многих других модификаций некоторыми своими особенностями, которые мы сегодня и рассмотрим. Но для начала, каким образом мы можем получить именно этого персонажа и поиграть за него? Для начала, мы создаем перса и называем его Alina, именно вот так вот, с большой буквой в начале. После этого мы создаем любой мир или заходим в уже существующий, и вот такой вот персонаж будет вас там встречать. Весьма красиво сделан, проработан, и также у него есть шляпка. Сразу же крафтим себе вот такую вот метлу, она крафтится довольно дешево, вам нужно будет подождать, пока придет торговец и накрафтить себе немного сена. Ну а теперь, собственно говоря, поговорим о том, что эта модификация добавляет в игру и почему вам стоит ее хотя бы разочек попробовать. Вы появляетесь в мире не с пустыми руками, а в качестве орудия вам выдают вот такую вот палочку. Я вам советую, крайне прям рекомендую, использую только ее на протяжении всего прохождения, потому что именно в этом и заключается весь челлендж. Ну и играть, разумеется, мы будем за класс мага. Для этого выбиваем или крафтим себе нужны аксессуары, броню джунглей и начинаем готовиться к битве, а также выпейте немножечко зелий. Этот мод добавляет и свои зельки тоже, вот такие вот пять штучек вы можете сделать и выпить. Ты уже должен пить, пивко, курить, материться. Ну и теперь по-быстрому убиваем короля слизней, потому что он самый первый и самый легкий босс. Учтите, что данный маунт забирает у вас ману, когда вы летаете, ну когда вы стоите на месте, все нормально, она восстанавливается. Также на кнопочку ПКМ вы можете активировать щит, но все, что он делает, это отталкивает обычных мобов от вас, поэтому он не совсем эффективен в битвах против боссов. Прекрасно, босс побежден и наша палочка стала немножечко, но сильнее. Теперь давайте сделаем вот следующие три книжечки, скрафтим их таким образом, у них довольно дешевые крафты. И теперь нам надо будет скушать каждую из них, вот таким вот образом поглощаем наши новые знания. А далее биндим в настройках, в управлении, вот данную функцию на любую из ваших клавиш. И когда она у вас забиндена, ну к примеру, у меня на нампад 2, мы кликаем по этой клавише и у нас появляется вот такая вот панелька. И здесь мы можем выбирать наши новые чары, которые мы только что открыли. Ну давайте возьмем чару огня и проверим, как она работает. Ну как вы видите, довольно эффективно. К примеру, эта чара мало того, что убивает ваших противников, так еще и сушит озера и сжигает деревья. И это можно активно использовать для добычи древесины, когда у вас еще нету, ну скажем так, достаточно экипировки, чтобы накопать ее быстрее. Потом призываем и убиваем по фасту ктулху. Теперь ваша первая атака начинает наводиться и наносить намного больше урона. Ну а также не забывайте про свою атаку, которая замораживает противников. Она очень эффективна даже против тех же самых боссов, потому что на них также распространяется. Ну к примеру, посмотрите на вот это вот. Наш мозг ктулху полностью заморозился. Мне нравится данный мод, потому что он весьма сбалансирован. И вам не получится использовать одну и ту же чару в течение длительного количества времени. Ну а также использовать прям как-то люто имбово свою заморозку. Далее у вас открывается новая способность в виде вот таких вот фаерболов из вашего посоха. Также не забывайте про возможность хилить себя с помощью вот этой вот чары. После перехода в хардмод у вас появляется доступ к вот таким вот аксессуарам. Теперь у нас появляются новые две чары. К примеру, чара воды. Когда мы на нее кликаем, она призывает вот такую вот воду. И чем дольше мы ее держим, тем больше урон. Вот таким вот образом. Он может до тысячи доходить. Ну и плюсом этой чары является то, что вода и правда призывается в виде блока. И таким образом вы можете либо там лаву потушить, либо обсидиан накопать и так далее. Ну и еще у вас есть доступ к центральной чаре. И вот смотрите, что она делает. Это просто ужасно мощная фигнюшка. Против уничтожителя эта чара просто лютая имба. Посмотрите, как его колбасит. Из-за того, что он урон носит прям по площади. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Ну и уже перед лунным лордом вы почти полностью разблокируете свой потанцевал. Ну давайте вот одну из примерных атак вам покажу, насколько красиво она смотрится. Вот так, к примеру, вы будете фигачить из вашего самого первого орудия. А огненные взрывы будут ломать плитки. И это немного неприятно, но интересно. Ну и уже теперь призываем самого лунного лорда и справляемся с ним. Это будет тяжеловато, из-за того, что у вашего персонажа всего лишь 250 максимальных хп. Ну и поэтому берите всю волю в кулак и начинайте справляться с последним боссом этого мода. Хоть он и коротенький, но весьма интересный и стоит вашего внимания. Ну а после лунного лорда наши атаки достигнут своего апофеоза. И посмотрите, насколько сильными мы стали теперь. Ну а на этом мы заканчиваем наше прохождение. Пишите все свое мнение в комментариях. Всем удачи и всем пока!